Это человек, который всей своей жизнью доказывал, как он любит нашу Родину, как нужно отстаивать свои убеждения. Пусть, может, они кому-то не нравятся, может быть, кто-то считает, что он неправ. Это смелый человек. Сегодня очень мало смелых людей в России. К сожалению, в постсоветской России вообще не могло появиться таких людей, как Борис. Я вообще удивлен, что такие люди появились. Потому что советская власть вычистила все живое, все, что могло сопротивляться, то, что могло думать, мыслить, как-то пытаться изменить что-то. И вот такие люди, как Борис, конечно, были редкими людьми в постсоветской России. Я думаю, что его смерть должна изменить многое. Жалко маму Бориса. Вообще, самое сложное для матери – это пережить смерть своего ребенка. Я думаю, все мы вместе выражаем соболезнования его матери, его дочке, Жане, его детям. И лучшей памятью для Бориса будет наше объединение, чтобы мы вместе, каждый, чем может, внес продолжение его дела, чтобы он был не забыт, чтобы его вот эти книги, которые мы вместе с ним распространяли когда-то в Владимире, чтобы помнили о нем, светлой ему память. Я думаю, что есть кому еще что-то сказать. Игорь Васильевич Шамов, первый мэр нашего города. Игорь Васильевич, пожалуйста. Борис Ефимович – необычный политик. Дело в том, что он пришел не из политики, он пришел из науки. Игорь Васильевич, это ученый человек, кандидат в физические навыки. И когда он прагматик, большой прагматик, и когда ему случилось так, возглавить, а это в 92-й год примерно, мы были соседями нашей области, соседствуют. Поэтому мне часто приходилось встречаться с Борисом Ефимовичем. Первый раз я встретил с ним в 92-м году, когда он стал губернатором Нижегородской области. Ну, надо было видеть, как там все менялось. Начиная от дорог и кончая другими всякими вещами. Это был человек, слово, это был человек смелый, это человек был честный, это человек, который говорил всегда правду. И его окружение тоже занималось тем же самым. Мне было очень приятно, что мне в жизни повезло. И мы с ним довольно часто встречались, потому что, когда он ехал в Москву, он никак мимо нас проехать не мог. Он всегда, а он делал это ночью. Его обычно наши гаишники задерживают. И он мне звонил по телефону ночью и говорил, слушай, скажи своим, ну что тут такое делается, и так далее, и так далее. Я говорю, Борис Ефимович, ну ты меня извини, но я-то тут при чем. Дело в том, что он был очень подвижный, очень энергичный, очень справедливый и порядочный человек. Ну вот, случилась беда. Как вот так могло быть, я не знаю. Я до сих пор не могу понять, кому он мог понадобиться. Не знаю. Хотя он, безусловно, унес большую беду в начало развития нашего нового общества. Именно потому, что он никогда не был в старом обществе. Политикой не занимался. Но он молодой вообще человек. Ему было 32 года, когда он, собственно говоря, пришел. Их было два молодых гувернатора. Один у нас, вот у нас, и другой такого же возраста, а у них разница в один год. Вот Борис Ефимович, который Нижегородской области командовал. Ну и вот, я хочу сказать, что жалко. Очень жалко, когда такие люди орили. И еще более жалко, когда многие, скажем так, говорят о них плохо. Я думаю, что это люди, которые ничего не понимают в том, что у нас произошло. А Борис Ефимович, так сказать, имеет свежее впечатление и веря в то, что можно что-то сделать, добился многого. Светлая ему память. Я хорошо знаю школу, где он учился. Сам Нижегородец. Жил рядом с университетом, где он учился. Встречался с ним много раз. Трижды были большие беседы. Я сейчас не об этом. Я о нас. К сожалению, мы вот сейчас соберемся, разойдемся. Но будет хранить каждый память вот здесь. А я считаю, в продолжении того, что вот чуть-чуть задел казаков. Мы должны продолжить это дело. Каким образом, я не знаю. Давайте создадим какое-то движение памяти Бориса. Давайте встречаться не только, когда очередного убьют. Комитету солдатских матерей, когда была не объявлена война в Чечне, мы сколько раз к ним обращались, никогда не отказывал. Он нам собирал деньги для того, чтобы мы ребят из плена вытаскивали из Чечни. Он никогда нам не отказывал, когда мы матерей в поезд сажали. И он доставал нам билеты для того, чтобы мать поехала за своим ребенком. Мы часто встречались именно в Москве. И никогда не отказывал Комитету солдатских матерей России. Ни одной мамы, которая не обращалась к нему. Я этнический украинец, уроженец Непутровск. И принес флажок, украинский знак. Благодарность украинского народа за активную антивоенную позицию Немцова. Не только в отношении Украины и Грузии, и Чечни. Выстрел Немцова. По идее, их организатор должен быть упредить. Майдан. Мехотворный Майдан. Но этот выстрел... Я боюсь то, что он принесет в Россию войну. Донбасс. Гражданскую войну. И вот эту войну нужно остановить. Субтитры создавал DimaTorzok